МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужчина, ранее судимый за хулиганство, ударил ножом в область грудной клетки своего неприятеля. Пострадавшего увезла скорая помощь. У мужчины повреждено легкое. Нападавший задержан. Накануне утром сразу семь автовладельцев обнаружили свои машины со спущенными шинами. В Новобелецком районе неизвестный порезал колеса автомобилей, припаркованных рядом с домами на улицах Севастопольской, Пионерской, Тухачевского, Загородней и Зеленой. Усилиями сотрудников уголовного розыска и участкового хулиган был задержан в течение суток. Им оказался 34-летний гомельчанин. Возбуждено уголовное дело. В деревне Каменка по месту жительства работника одного из местных предприятий мозыльские милиционеры обнаружили 100 бутылок водки российского производства, а также 100 литров спиртосодержащей жидкости. Как это часто бывает, хозяин не смог объяснить, для чего ему был нужен такой немалый запас горячительных напитков. Спиртное изъяли. Проводится проверка. В деревне Баштан Гомельского района накануне произошел пожар в жилом доме. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС, деревянный дом был полностью охвачен огнем. Пожар ликвидирован спасателями. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в двух метрах от входа в домовладение был обнаружен обгоревший труп хозяина домовладения, 1971 года рождения. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие имущества внутри дома. В преддверии весенних каникул с 14 по 24 марта сотрудники госавтоинспекции проводят республиканскую профилактическую акцию «Безопасность детей. Приоритет для взрослых». Во время проведения мероприятия сотрудниками госавтоинспекции будет уделяться внимание правилам перевозки детей в автомобили, а также устроится контроль перехода проезжей части вблизи учреждения образования несушенолетними. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.